Продолжение следует... 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 Родственников первой линии с больными раком желудка на 55% за 9 лет наблюдения снизилась заболеваемость раком желудка. Это работает у больных, перенесших эндоскопическую резекцию по поводу раннего рака. И вот только что опубликованная в феврале 2024 года в Гастентрологии корейская работа, которая охватывает 69 тысяч пациентов, которые перенесли эндоскопическую резекцию, лечилась половина от хеликобактера и риск рака желудка снизилась на 16% через 3 и на 20% через 5 лет. Даже в этой категории больных, где компрометировано слизистые, где уже рак возник. Что касается вторичной профилактики и поиска пренеопластических изменений, это возможно только по данным эндоскопии, которая проводится под седацией с забором биопсии по системе ОЛГ, об этом сегодня Сергей Германович будет говорить, который позволяет оценить индивидуальный риск развития рака желудка, потому что только понимая, какова стадия гастрита по системе ОЛГ или ОЛГ, мы понимаем, каков индивидуальный риск. Это, кстати, положение консенсуса Регейн, который только что был опубликован 23 февраля 2024 года. В работе над этим консенсусом мы с Марья Анатольевны принимали участие. Итак, у каждого больного, который пришел на эндоскопию, мы должны получить данные о степени и стадии гастрита, потому что это определяет дальнейшее введение пациента. Если третья-четвертая стадия атрофии, то больной после эротикации нуждается в динамическом эндоскопическом наблюдении раз в три года. Это тоже по консенсу Регейн и по консенсу МАПС-2. У нас эндоскопические центры заработали в Москве. Но посмотрите, в 2023 году эндоскопии в эндоскопических центрах было проведено 128 тысяч. Да, хорошо 87% под седацию, но только 30% с биопсийной активностью. Понятно, что для 12-миллионного города, наверное, это не очень много. Что касается поиска рака на ранней стадии, понятно, что если рак выявлен на первой стадии, то пятилетняя выживаемость превышает 90%, если рак распространенный, то пятилетняя выживаемость около 5%. Что в Москве? Официальная статистика говорит о том, что сейчас ситуация улучшилась, видимо, за счет того, что подключилась работа эндоскопических центров. Если в 2020 году на первой стадии рак желудка в Москве находили в 21% случаев, то в 2022 году уже 33%. Но пока не 80%, как это в Корее. Что будет, если мы достигнем 80% выявления рака на первой стадии по данной эндоскопии? Мы можем изучить по опыту наших корейских коллег, где система скрининга с 2002 года работает снижение риска смерти от рака желудка при верхней эндоскопии, при эндоскопическом скрининге на 47%. То есть цифра сопоставима с тем, что мы достигаем при эридикационной терапии. Именно поэтому японские коллеги, где тоже работает система эндоскопического скрининга, говорят о том, что популяционная стратегия более экономически эффективна, позволяя экономить огромное количество денег, но самое главное, спасая жизни. И вот они посчитали 4,5 миллиона. В случае фрака можно предотвратить с помощью такой методики. Итак, когда мы говорим про лечение хеликобактерной инфекции, понятно, что есть новые стратегии, которые предложил Настриг-6. Две из них базируются на выявлении резистентности хеликобактер пилори. Что мы знаем? По данным нашего центра, мы видим, что молекулярно-кинетические маркеры устойчивости к калоритромицину является в 24%, клевоксоцина в 23%, что не позволяет уже использовать тройную терапию. И, конечно, вот европейский регистр, которому в этом, вернее, в прошлом году исполнилось 10 лет, и набрано более 70 тысяч пациентов из Европы, в том числе 11,5 тысяч из России. Я благодарю присутствующих здесь и слушающих трансляцию руководителей центров регистра за такую колоссальную работу. Мы знаем, что тройная терапия не работает. Вот это статья 2021 года, то есть это анализ данных до ковидных еще. Тройная терапия и тогда уже не работала, но все варианты четырехкомпонентной терапии работали. Вот статья, опубликованная в октябре 2023 года. Scientific report, почти 50 тысяч пациентов. И также мы видим, что тройная терапия не работает, не достигает 90% уровня. Добавление висмута позволяет 90% барьер перейти. Добавление метранидозола или тиндозола вместо висмута также позволяет этого достигнуть. Но в России как-то мы больше склонны к добавлению висмута. Европейский регистр внес колоссальные изменения в структуру, применяемых схем эрадигации в Европе. И надо сказать, что вот в России в 2022 году более 50% назначений была тройная терапия и плюс висмут. В 2023 году этот процент несколько увеличился. То есть это вот то, что действительно работает более чем в 90% случаев. Почему это так? Потому что растет резистентность. Вот статья, опубликованная в январе 2024 года в American Journal of Gastroenterology по материалам регистра. Вы видите, что почти 4000 пациентов имели данные о резистентности. И уже у пациентов, которые пришли на первую линию терапии, колоссальный уровень резистентности. Клоритромицин 22%. То есть то, что и мы видим в России. В этой ситуации эрадигации более 90% либо пилера, которого в России нет, либо трехкомпонентной терапии ингибитора, клоритромицин, амоксицелин, висмута, трикалидицитрат. Если это вторая линия терапии, то ни один вариант эрадигационной терапии, традиционной, не достигает 90% уровня. К сожалению, поэтому нужно лечить с первого раза. Поэтому мы работаем по рекомендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации, которая предлагает три режима эрадигационной терапии. Они эффективны более чем в 90% случаев. Каждый из них 14-дневный. Два из них стандартная тройная терапия. Плюс висмут или плюс метронидозол. И стандартная квадротерапия с тетрациклином метронидозолом и висмутом также продолжает работать при 14-дневном назначении. Но, конечно, нужно оптимизировать такой подход. И какие у нас есть возможности оптимизации? Добавление пробиотика и включение в съеморадигационной терапии рибомипида, что позволяет повысить эти 90%. Что касается пробиотиков, это хорошо изложено в 6-м астрикте. Снижается частота обочных эффектов, повышается эффективность эрадигации, но не при всех штаммах, а только при отдельных. В частности, для сахаромицетов булардия, который мы знаем по препарату эндерол, повышается на 10-13% эффективность эрадигации, снижая частота побочных эффектов. Кстати говоря, совет экспертов РГА об этом говорит, что распространенность хеликобактера в российской опуляции снижается, что сопровождается снижением заболеваемости язвенной болезнью и раком желудка. Определенные штаммы пробиотиков повышают эффективность эрадигации, и действительно далеко не все сахаромицеты позволяют повысить эффективность. Что касается рибомипида, Россия, скорее всего, пионер в Европе по добавлению рибомипида к всем схемам эрадигации. Доказательная база нарастает. Вот метаанализ, который был опубликован под руководством Игоря Минича. Мы видим больные, которые получали схемы эрадигации рибогид либо без него, и добавление рибомипида на 8,8% повышает эффективность эрадигации, снижая частоту побочных эффектов. Поэтому это то, что мы, может быть, должны использовать. Кстати говоря, в сентябре мы делали выгрузку из Европейского регистра, и там на тот момент было около 300 человек из России, которые получали дополнение рибомипид. Эффективность тройная терапии плюс ВИСМУК плюс рибомипид, по тем данным, была 99,3%. Но мы сейчас планируем сделать новую выгрузку и посмотреть, насколько эти цифры подтверждаются. Но я, в общем-то, в это верю. Что касается рибомипида, он позволяет работать с больными, у которых прошла эрадигация, осталась атрофия, уменьшается выраженность атрофии, уменьшается выраженность, по некоторым данным, даже кишечной метаплазии. Поэтому это тот препарат, который нужно давать больным в третьей-четвертой стадии атрофии длительно. Он же позволяет и снижать частоту повторного рака метахронного у больных, перенесших эндоскопическую резекцию по поводу раннего рака. Итак, рак желудка – это следствие длительного течения хронического гастрита. Разные теологии, мы об этом сегодня еще поговорим. Но преимущественно это хеликобактер, 90% раков желудка, обусловленный хеликобактером. Снижение заболеваемости и смертности от рака желудка мы можем достигнуть только сочетая два принципа первичной профилактики. У молодых выявляем лечим, у более старших, помимо выявления лечения, нужно, конечно, эндоскопический скрининг проводить. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Станиславович. Следующий доклад, он называется «Атрофический гастрит. Предварительные результаты исследования в Ленинградской области». Игорь Динаидович Бакулин и Анастасия Динаидовна Сушилова. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Игорь Вениаминович, глубоко уважаемый Президиум, Мария Анатольевна, Дмитрий Станиславович, уважаемые коллеги, в первую очередь, конечно, слова благодарности за возможность выступить на юбилейной 50-й уже сессии гастросессии, гастроэнтерологии, и поделиться нашим опытом. И уже были сказаны слова актуальности. И действительно, гастрит, он тоже, как и другие нозологии, бывает разным. И ключевой будет сегодня в нашем сообщении атрофический гастрит. Я хотел бы позволить представить здесь тоже мнение, во-первых, в первом вопросе и положение, которое будет относиться к общим, а также вопросы эпидемиологии с акцентом на Ленинградскую область. Итак, в первую очередь, открытые вопросы в отношении хронического, еще раз, ключевое слово, атрофический гастрит. И давайте, наверное, скажем честно, что данные распространенности именно атрофического гастрита и в России, и в мире ограничены. Надо сказать, опять же, честно и откровенно, что морфологическая верификация по ЛДЖ, о которой говорил Дмитрий Станиславович, в клинической практике в большинстве случаев все-таки не проводится. Это второе. Третье, если мы говорим о сопоставимости морфологических данных и данных о так называемых серологических, да, серологических маркеров атрофии, опять же, в большинстве, не только в клинической практике, мало где проводятся, но и данных, а вообще о корреляциях недостаточно. Мы говорим лишь только об экстрагастральных проявлениях хронического атрофического гастрита. Но пока это только говорим. А это проблема мультидисциплинарная. Мы видим это и с точки зрения неврологического дефицита, и гематологических проявлений. Это все вопросы, которые могут касаться терапевтов и врачей общей практики, то есть первичная звена. Ну и, наконец, если мы говорим о атрофии как мишени для фармакотерапии, адресная терапия, алгоритмы, стандарты, на сегодня надо согласиться, что они отсутствуют. Итак, почему важный атрофический гастрит? Дмитрий Стасович уже говорил, почему мы здесь собрались. Акцент на все-таки скрининг и рак желудка. Я позволю себе несколько слов по этому поводу тоже высказать. Итак, согласно шестому астрийскому консенсусу, еще раз атрофия основной, как мы видим, основной либо критерий, либо детерминат, как здесь все сказано, ненаследственно рака желудка. Это раз. Я позволю себе показать, вот здесь Дмитрий Стасович говорил по российским данным, а здесь заболеваемость рака желудка. Да, это данные уже публикованные в 2023 году, с акцентом на Ленинградской области. Мы видим, что после Мурманска уже, видите, Санкт-Петербург и ниже Вологодская, Псковская и так далее, только нарастает заболеваемость раком желудка, к сожалению, на 100 тысяч населения. Давайте потом посмотрим то же самое, но с акцентом уже на те данные, которые здесь представлены, но уже то, что уже было тоже сказано в отношении стадирования. И когда мы выявляем третью-четвертую стадию, к сожалению, мы видим и по Северо-Западному федеральному округу, и по регионам, по субъектам Ленинград, Северо-Западного федерального округа, мы видим, что почти 50 и более процентов, третья-четвертая стадия, еще раз повторюсь, это данные за 22-й год, опубликованные в 23-м году. Но и, к сожалению, то, о чем уже тоже говорил Дмитрий Станиславович, летальность на первом году по этой причине, по этой причине у нас, вы видите, достигает порой до 50%. Таким образом, мы понимаем, почему мы здесь, как говорится, собрались, и понимаем задачу рак желудка и атрофический гастрит. Если здесь какая-то связь, да, есть каскад Карея, который тоже Дмитрий Станиславович еще говорил, и будут сегодня еще говорить. Вот здесь как раз и показаны эти сценарии воспаления, атрофия, кишечная метаплазия, дисплазия. И мне бы хотелось не только показать, это еще раз, я думаю, что аудитория это знает, сколько напомните, показать те возможные этапы, где мы еще можем что-то сделать. И вот они, эти этапы. Атрофия, кишечная метаплазия, в случае дисплазии, да, и воспаления, конечно же, но в случае дисплазии, скорее всего, наши возможности будут ограничены. Хотя и здесь на сегодня данные, как говорят, руки не надо складывать. И здесь, скорее всего, мы тоже можем с помощью фармакотерапии тоже чем-то помочь. Атрофический гастрит. Есть ли данные вообще по стране, мы уже сказали, что они ограничены. Есть ли данные по Ленобласти? Ну вот мы позволили себе попытаться собрать эти данные. Вы знаете, что атрофический гастрит – это показание для пожизненного диспансерного наблюдения. И давайте посмотрим, как отличаются данные за 2021-2022 год по окружным больницам Ленинградской области. Цифры на порядок, а то и на два порядка расходящиеся. Значит, где-то что-то собирается некорректно. А как можно оценить? Конечно, с помощью морфологии. Это, в общем, на сегодня аксиома. Я хочу сказать, что вот был буквально недавно вот одной из первой показанной Волховская, как раз городская окружная больница с большим чувством, с придыханием эндоскопист говорит о том, что мы начали после нашего мероприятия, это в прошлом году, где был и Дмитрий Станиславович, это были «Белые ночи» гастроэнтерологии. Так вот мы начали делать всем при показаниях, делать по ОЛДЖЕЙ биопсию. Я говорю, ну хорошо, молодцы, покажите нам, где вы сейчас результаты имеете. И, к сожалению, что можно констатировать? Заключение морфолога. Картина хронического гастрита. Картина хронического атрофического гастрита. Так мы это и так знали, да, ведь, с помощью эндоскопии. А где стадирование? И вот это как раз та головная боль, и та наша общая, наверное, боль, которую мы имеем. Но по этой причине, учитывая и актуальность, мы здесь хотели бы сказать, уже на Европе не первый раз говорим о том, что стартовал региональный пилотный проект по скринингу здесь и колоректального рака, и рака желудка в Ленинградской области под руководством ректора нашего университета, профессора Цайгана, и представителя комитета по здравоохранению Ленин области Жаркова Александра Вячеславовича и методическое сопровождение НМИЦ-терапии профмедицины. При личном участии академика Драбкина Оксана Михайловна понимаем, что это касается, и это важно для первичного звена. Мы знаем, что это может отразиться на продолжительности жизни населения. Итак, то, что в этом контексте, в рамках этого пилотного проекта уже сделано, вот здесь один из этапов или один из фрагментов работы показан. 1700 с лишним пациентов, жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга, которые участвовали в профосмотрах. Мы, соответственно, собрали у них серологические маркеры атрофии. Мы все хорошо их знаем. Это песеноген 1, 2 и гастрин 17. Возраст здесь показан. И те, у кого были маркеры атрофии, сработали. То есть были признаки, серологические признаки атрофии. Мы провели им гастроскопию. Не всем удалось выполнить тех, кто демонстрировали признаки атрофии. Было 93 человека, но половина отказалась. Но, тем не менее, те, кто выполнил гастроскопию, мы сопоставили их с серологическим показателем. Оказалось, что 98%... Вот здесь не удается указочкой показать. 98% и были подтверждены морфологические. То есть мы говорим о том, что в этой ситуации, первое, диагностическая эффективность серологических маркеров атрофии сопоставима с морфологическими данными. А второе, с учетом возраста, мы посмотрели и показали распространенность атрофического гастрита среди взрослого населения. Это составило, по нашим данным, 5,3%. Но и в зависимости от возраста у нас появилась возможность также показать, также представить зависимости, вот здесь, как это показано, диаграммах, различных возрастных категориях, соответственно, распространенность. Поэтому мы можем говорить о том, что атрофический гастрит – это возраст и ссоциированное заболевание. И, к сожалению, чем старше, тем чаще. И, в частности, возраст старше 60-ти, это демонстрирует шансы развития атрофического гастрита в 2,5 раза, чем, соответственно, категория 45-60. И в 7 с лишним раз больше, чем в возрасте 18-44. Ну и вот то, что может, ради чего это делать. Среди этой категории мы видим, что выявлены случаи и дисплазии высокой и низкой степени, и, к сожалению, выявлен в том числе и рак. Но для пациента это было к счастью. Я позволю себе перейти ко второму вопросу. Диагностические подходы при атрофическом гастрите, они всем понятны, но, тем не менее, вот эти акценты, про которые я уже сказал, и в отношении, в том числе, и, так называемой, уже реальной практики, мы ориентируемся на чем? На тех же рекомендациях, клинических рекомендациях по гастриту, додониту, утвержденным Минздравом. Здесь мы говорим о необходимости проведения биопсии и стадирования. Я думаю, что сегодня, буквально, следующий доклад у Сергея Германовича будет сказано о том, что можем в какой-то степени изменить и минимизировать или оптимизировать выполнение биопсии. Уже не 5, а 4. Ну, во всяком случае, я забегаю, может быть, вперед, Сергей Германович, но, тем не менее, пока это 5 биоптатов, и я еще раз говорю, когда про случай из Волхова, из Ленобласти, это как раз было 5 биоптатов. Но мы понимаем, что без морфолога, так оказывается, никуда. Можно эндоскописту сделать, но морфолог должен правильно оценить. Ну и, наконец, в рекомендациях также есть сирологические маркеры атрофии. Мы уже их назвали. Псиноген 1, 2. Надо только думать, как это внедрить в клиническую практику, в том числе на основе ОМС. Ну, наконец, лечебно-профилактические подходы при хроническом атрофическом гастрите. Я думаю, что мы должны об этом помнить. Мы сказали уже о тех этапах атрофия, кишечной метаплазии и воспаления. Тем более, это те этапы, где наша фармакотерапия может быть успешной. Это мы, конечно же, говорим о тех случаях, когда или это постхеликобактерный гастрит, мы не подвергаем, конечно же, сомнению необходимость эрадикации в случае выявления хеликобактерной инфекции или в случае других причин. Это аутоиммуны, либо смешанные постхеликобактерные плюс аутоиммуны. Итак, среди тех всех направлений хронического лечения или патогенетической терапии хронического атрофического гастрита, наверное, мы не сможем за неимением времени на всем остановиться. Но вот на третьем лечении направлено на регресс атрофии. Это как раз не притча во языцах, это та наша сегодняшняя, сегодняшняя, тот сценарий, та стадия, когда мы, скорее всего, что-то еще можем сделать. Я позволю здесь привести несколько скриншотов, в том числе в случае постхеликобактерного гастрита или аутоиммунного гастрита с указанием, во-первых, на патогенесы, на этапы. И обратите внимание, что в случае как постхеликобактерного, так и аутоиммунного гастрита всегда имеет место не только воспаление, но и увеличение проницаемости, в том числе с атрофией желез, листоболочки, желудка. И с учетом терапии, которую мы можем обсуждать, как раз все эти этапы, как уже было сказано, являются мишенью для фармакотерапии. Что мы можем предложить? На сегодня не так много фармакоагентов, особенно с позиции доказательной базы, но тем не менее, вот здесь я опять же апеллирую к нашим рекомендациям, где пациентам с хроническим атрофическим гастритом в соответствии с рекомендациям рекомендована терапия ребом и пидом 4-8 недель, правда. И все мы понимаем, что 4-8 недель хватит или нет, когда тем более выраженная атрофия? Конечно же, скорее всего, нет. И в практике мы это видим. И более того, в практике с помощью, так называемой, врачебной комиссии мы пролонгируем эту терапию. Но и почему мы пролонгируем? Потому что на этот счет есть доказательная база. В частности, данные японских авторов, 12 месяцев, 300 мг в сутки показал не только хорошую переносимость, я имею в виду препарат рибомипид, но и показали значительное уменьшение атрофии, кишечной метаплазии и воспаление. А это уже китайские авторы. Опять же, 300 мг в сутки рибомипида, но не год, а 26 недель. Или HP негативный, или после успешной эрадикации. Я позволю себе показать, что они получили. Достоверное снижение маркеров кишечной метаплазии. Два маркера использовались, в частности, CDX2 и TTF3. Оба маркера и дифференцировки, и пролиферации, и, соответственно, маркеры регенерации. Ну и, наконец, 2021 год. Одно из проспективных рандомизированных исследований, правда, 53 человека. Но, тем не менее, было опять же в течение года назначения рибомипида, в котором было показано улучшение стадии и атрофии, и кишечной метаплазии в антральном отделе. Таким образом, у нас есть доказательства того, что пролонгировать, или длительная, более длительная терапия будет не только в качестве ожиданий для терапии, но, во всяком случае, той теоретической базы, для чего, по которой мы, в принципе, можем думать о необходимости изменения рекомендаций. Ну, во всяком случае, у нас есть и еще один инструмент, в частности, это практически рекомендации для врачей, Игорь Ильич с авторами здесь высказались в отношении того, что рибомипид в этой ситуации следует рассматривать еще с этой точки зрения не только как препарат для достижения регрессии, атрофии или кишечной метаплазии, но и как средство эпителиальный канцер превенции. Я позволю себе эти слова еще раз, еще раз на них сделать акцент, для того, чтобы аудитория не только была готова, но и пользовалась этим, что называется, лексиконом. Ну, а в свою очередь, мы, опять же, уже в кафедральном коллективе в нашем университете стартовали с исследованием оплот по начальным буквам, здесь вы видите оптимизацию лечебно-диагностических подходов у пациентов с хроническим атрофическим гастритом, где пациенты с атрофическим гастритом в течение года получают терапию рибомипидом. Пока результаты накапливаемы, конечно, если будет такая возможность, будем с удовольствием представлять эти данные. В качестве заключения, уважаемые коллеги, мне бы еще раз хотелось сказать, что хронический атрофический гастрит может быть исходом и хеликобактерной инфекции, и аутоиммунного гастрита, или их сочетания. Независимо при этом от этиологии хронического гастрита, имеет место повышение проницаемости эпителия слизистой оболочки, и не случайно слизистой оболочки желудка и не случайно термин с синдромом повышенной эпителиальной проницаемости не только выношен аудиторией экспертов, но и консенсуса принят. При этом повышенная проницаемость, как мы видим, и для хеликобактера, и для микробных других антигенов, и для эндотоксинов, и это все создает условия для атрофии кислот, образующих желез. Мы уже сказали про сирологические маркеры атрофии. При подозрении, соответственно, на наличие атрофических изменений рекомендовано определение псиноген-1,2 и гастрин-17. Ну и, наконец, по поводу алгоритмов терапии при хроническом атрофическом гастрите. Пока они не отработаны, и я надеюсь, что мы в нашей аудитории можем в дальнейшем думать о каком-то консенсусном в этом плане решении, инструменте для того, чтобы эти алгоритмы каким-то образом сформировать и в дальнейшем рекомендовать для общей аудитории в клинической практике. Ну и, наконец, мы сказали о том, что рибомепит в этом плане пока единственный препарат с точки зрения доказательной медицины как фармагагент для базисной патогенетической терапии при атрофическом гастрите. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Игорь Динаевич. Следующий доклад его сделает Сергей Германович Камерийки. Называется «Роль биопсии из угла желудка при оценке степени и стадии атрофического гастрита по системе Ольга». Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, вряд ли найдется в мире гастроэнтеролог или эндоскопист, которому не была бы знакома эта аббревиатура, которая благозвучно ассоциируется с русским именем «Ольга». Эта аббревиатура возникла в 2005 году и означает «Operative link on gastrointestinal assessment». Она представляет собой мультидисциплинарный консенсус, который был достигнут вот таким вот представительным собранием ведущих специалистов в области гастроэнтерологии. Здесь вы видите этот исторический момент и всем хорошо знакомые фамилии ведущих специалистов гастроэнтерологов. И целью этого консенсуса было создание единой унифицированной классификации хронического атрофического гастрита, который и в течение вот этих лет, которые прошли с тех пор, эта система доказала, что она может быть основой клинических рекомендаций, потому что она весьма полно отражает те процессы, которые происходят в слизистой оболочке желудка. Напомню коротко, что хронический гастрит – это группа хронических заболеваний, которые морфологически характеризуются воспалительными, дистрофическими и дисрегенераторными процессами в слизистой оболочке желудка. А это дает основание, и об этом уже было много сказано, считать хронический гастрит предраковым заболеванием. В вышедшей в 2019 году классификации опухолей пищеварительной системы классификация ОЛГА рекомендуется как основной инструмент для оценки состояния слизистой оболочки желудка и развития предраковых процессов в слизистой оболочке желудка. На самом деле степень хронического гастрита по ОЛГА подразумевает полуколичественную оценку инфильтрации слизистой оболочки желудка нейтрофилами, лимфоцитами и плазмоцитами отдельно в антральном отделе и отдельно в слизистой тело желудка. Степень 0 это означает отсутствие воспаления во всех взятых биоптатах, а степень 4 это выраженное тяжелое воспаление во всех биоптатах. А стадия хронического гастрита по ОЛГА она подразумевает оценку нарушения структуры слизистой оболочки желудка в виде атрофии пилорических желез и главных желез кишечной метаплазии пилорической метаплазии. При этом отсутствие атрофических изменений во всех биоптатах это стадия 0, а стадия 4 это тяжелая атрофия во всех биоптатах. Надо сказать, что оценка стадии и степени гастрита по ОЛГА это интегральный показатель. То есть не существует отдельно стадии по ОЛГА для антрального отдела, стадии по ОЛГА для тела желудка. Это интегральный показатель и при этом оценивается общее состояние слизистой желудка. в случае степени оценивается риск развития атрофии желез в слизистой оболочке желудка. Он может быть низким, средним, высоким или очень высоким. И оценивается стадия хронического гастрита, которая уже оценивала. Эта стадия обозначает все же риск развития рака желудка, который может быть низким, средним, высоким или очень высоким. Материал для оценки по системе ОЛГА существует определенный протокол. Стандартный протокол подразумевает получение пяти биоптатов, двух из тела желудка, который является местом расположения кислотопродуцирующих желез, биоптатов, два биоптата из слизепродуцирующей зоны антрального отдела, где пилорические железы, и один биоптат из угла желудка. Это так называемая пятая точка, является переходным, имеет переходную структуру от слизепродуцирующей к кислотопродуцирующей, и примерно в 70% случаев в этой точке обнаруживаются пилорические железы, тогда она относится к пилорическому антральному отделу, а в 30% случаев в ней обнаруживаются кислотопродуцирующие железы, и тогда она относится к слизистой обложке тела желудка. Бывают и промежуточные случаи, когда, скажем, в пилорических железах обнаруживаются включения единичных кислотопродуцирующих париетальных клеток. надо сказать, что вот эта вот пятая точка и послужила яблоком раздора, и вызвала яростную, ожесточенную дискуссию, которая продолжалась более двух часов, на совещании рабочей группы гастроэнтерологов в Венеции, свидетелем которой был Дмитрий Станиславович. Часть докторов, часть специалистов считала, что взятие материала из этой точки не является обязательным исследованием, а другие же настаивали на том, что если не будет участвоваться данные из этой точки, то тогда будет недооценено развитие атрофии, будут упущены возможности развития кишечной метоплазии, дисплазии и так далее, то есть уменьшена будет возможность выявления рака желудка. Но мы решили провести собственное исследование на эту тему, чтобы определить все же роль вот этой пятой точки в оценке состояния слизистой оболочки желудка. Исследование было нами проведено на 718 больных. Хронический хеликобактерный гастрит был выявлен более чем у половины этих больных. Примерно у третьих больных был диагностирован аутоиммунный гастрит, а у 18% больных было при общем обследовании было доказано наличие как хеликобактерной инфекции, так и аутоиммунного гастрита. При оценке степени хронического гастрита по ОЛГА, то есть выраженности воспалительных изменений, оказалось, что подавляющее большинство случаев диагностировалась вторая степень, то есть умеренная степень хронического гастрита причем во всех группах больных. Примерно в 25% случаев диагностировались тяжелые случаи степени, это третья, третья, четвертая, в основном в группе с хроническим хеликобактерным гастритом, а в случае с аутоиммунным и сочетанным в случае тяжелого воспаления третьей, четвертой степени было меньше. При хроническом хеликобактерном гастрите в слизистой оболочке антрального отдела мы видим выраженное воспаление, воспалительную инфильтрацию и участки атрофии концевых отделов пилорических желез. В то время как в теле желудка как правило бывает слабо выраженное поверхностное воспаление, а концевые отделы главных желез они обычно остаются интактными и там нет ни атрофии, ни воспалительной инфильтрации. Суммарная степень оценки по ОЛГО степень 2 и стадия 2. При хроническом аутоиммунном гастрите слизистая оболочка антрального отдела остается практически неизмененной. Здесь мы не видим ни воспалительной инфильтрации, ни атрофии пилорических желез. Зато в слизистой оболочке тела желудка наблюдается выраженная воспалительная инфильтрация, выраженная атрофия, желез, мы видим деструкцию париэтальных клеток, деструкцию концевых отделов желез, то есть выраженная атрофия и выраженная воспалительная инфильтрация. в тех случаях, когда не учитывали исследования по двум направлениям по стандартному протоколу и без учета изменений в области угла желудка. И вот оказалось, что при хроническом хеликобактерном гастрите у 27 больных было выявлено расхождение в оценке состояния слизистой оболочки желудка по стадии атрофии, что составило в общем-то 7 с небольшим процентом. причем в основном наблюдалось расхождение в оценке стадии атрофии в группах с легкой атрофией первой и второй стадии. А когда речь шла о тяжелых стадиях атрофии, вот только у четырех больных было отмечено уменьшение стадии атрофии она была переквалифицирована как атрофия третьей степени. У больных с хроническим аутоиммунным гастритом мы наблюдали во-первых в этой группе тяжелые стадии атрофии наблюдались чаще. Примерно у 77 процентов больных мы видели третью четвертую стадию атрофии и только у восьми больных наблюдалось снижение стадии атрофии если не учитывались изменения в области угла желудка что составило 3,8 процента от числа больных в этой группе. При хроническом гастрите сочетанной этиологии когда имелось поражение и антрального отдела и тела желудка мы видим что в слизистой оболочке антрального отдела имеется очаговая атрофия пилорических желез умеренно выраженная воспалительная инфильтрация в слизистой оболочке тела желудка мы видим также очаговую атрофию концевых отделов желез и эмперипелез отдельных паритальных клеток который является признаком аутоиммунного гастрита суммарная оценка интегральная оценка степень 3 стадия 2 при оценке стадии хронического гастрита по Олго в группе больных сочетанным гастритом если не учитывалось здесь также мы видим что чаще примерно у 70% больных наблюдались тяжелая стадия атрофии 3 и 4 стадия и лишь у 3 больных наблюдалось снижение стадии атрофии если не учитывались изменения в области угла желудка то есть около 2% от числа больных этой группы таким образом отказ от учета гистологических изменений слизистой оболочки в области угла желудка снижает выявляемость атрофических изменений в основном на ранних стадиях атрофии 1 и 2 примерно у 5% больных причем в большей степени это выражено у больных с хроническим хеликобактерным гастритом тогда как учет ну и в целом учет гистологических изменений слизистой оболочки в области угла желудка не влияет существенно на оценку степени и стадии хронического гастрита по Ольге однако у больных с длительно протекающим хеликобактерным атрофическим гастритом все же учет гистологических изменений в слизистой оболочке угла желудка позволяет лучше отслеживать риски развития рака желудка благодарю за внимание спасибо большое спасибо большое сергей германович я должен сказать что вот эта работа которая была проведена по руководству смерти сергей германовича была следствием дискуссии которая была в Венеции у экспертов консенс регейн и там как раз обсуждалось насколько важен угол желудка причем дискуссия была инициирована теми кто создал систему Волга то есть Массим и Руджи и в общем полтора часа обсуждали нужно ли брать угол желудка или нет в конечном документе стоит что обязательно четыре точки а угол это опционная точка в том числе и наши данные об этом свидетельствуют и они были опубликованы в прошлом году в журнале диагностик спасибо следующие докладчики Мария Анатольевна Левзан и Сергей Игоревич Мозговой хронический гастрит не ассоциированный с H-пилори диалог экспертов пожалуйста уважаемые сопредседатели уважаемые коллеги уже озвученные данные по эпидемиологии изменения трендов заболеваемости инфицированности инфекции хеликобактер пилори свидетельствует о том что безусловно на сцену будут выходить все новые новые игроки то что сегодня мы с вами знаем о эпидемиологии гастрита это те данные которые были опубликованы в январе текущего года о чем они говорят с одной стороны они говорят о том что хронический гастрит достаточно распространенное заболевание при увеличении возраста среднего возраста населения число таких больных будет увеличиваться но при этом вообще в целом заболеваемость гастритом на фоне уменьшения инфицирования населения хеликобактер пилори будет снижаться тем не менее не упуская нашего внимания в отношении инфекции хеликобактер пилори мы с вами должны знать о том какие же новые игроки выходят на сцену действительно в ходе работы над консенсусом реги эти новые и старые неинфекционные и другие инфекционные помимо хеликобактер пилори факторы были учтены что же произошло какие изменения да конечно вы видите что два больших блока это так называемые экзогенные причинные факторы эндогенные среди экзогенных по-прежнему инфекционный фактор является доминирующим и здесь по-прежнему акцент сделан в отношении инфекции хеликобактер пилори но посмотрите какой перечень других бактериальных возбудителей помимо этого вирусы и обратите внимание инфекция COVID-19 здесь тоже заняла свое место микотическое паразитарное поражение слизистой оболочки желудка как один из возможных вариантов течения гастрита тоже здесь представлен ну и наконец неинфекционный тоже очень большой блок так называемая реактивная гастропатия ассоциированная в том числе с патологическим доденогастральным рефлюксом огромная проблема лекарственно индуцированных поражений слизистой оболочки в целом пищеварительного тракта ну и применительно к слизистой оболочке желудка ну и наконец эндогенные факторы и здесь безусловно то что мы сегодня наблюдаем увеличение заболеваемости аутоиммунным гастритом ну и безусловно инфекция хеликобактера пилори так просто не уходит да и поскольку у нас называется диалог то в рамках этого диалога конечно хотелось бы затронуть ту самую идею которую рассматривает тот гастрит который когда-то был хеликобактерным но потом после эрадикации им бы его перестал порядка 10 лет назад мы рассматривали эту концепцию в достаточно витиеватой формулировки с красивыми картинками но что они могут значить для клинициста позиция которая определяет нарастание апоптоза клеток воспалительного инфильтрата и тем не менее за счет экспрессии BCL2 длительную персистенцию с торможением пролиферации клеток усилением апоптоза но тем не менее ожидать ли нам развития атрофических изменений а вообще Мария Антольевна для клинициста какое-то заключение патолога указывающее на персистенцию инфильтрата является важным безусловно ведь мы говорим именно о хроническом воспалении слизистой оболочки и даже если инфект радицирован у части пациентов по нашим данным это порядка 25% сохраняется воспалительный инфильтрат чем он поддерживается с одной стороны здесь конечно есть повод для дискуссии в отношении того какова генетика макроорганизма но и колонизация другими возбудителями другой микрофлоры которая безусловно имеет возможность выживать в этих условиях тоже привносит свою лепту и особенное значение имеет как раз тот самый атрофический гастрит и риск его прогрессирования и утяжеления до дисплазии в последующем формировании рака вот это имеет значение еще одна работа очень интересная посмотрите один из авторов Николас Стали это распространенность гистологических изменений характера гистологических изменений слизистой оболочки желудка у пациентов с апегастральной боли чем интересно это исследование с одной стороны в возрастном аспекте вы видите что по мере увеличения возраста пациента увеличивается число пациентов с гастритом ну то есть эпигастральная боль вы видите в молодом возрасте чаще всего это все-таки функциональная диспепсия здесь нет выявления инфицирования хеликобактер пилори но что тут интересно посмотрите инфекция хеликобактер пилори у кого она больше распространена вот это та самая когорта о которой Дмитрий Станиславович говорил это возраст 50-60 лет где собственно еще не произошла тяжелейшая атрофия когда сам инфект покидает слизистую оболочку вот эта зона где мы особенно должны быть внимательны к тем последствиям которые уже вызвала инфекция хеликобактер пилори но здесь же увеличивается доля других гастритов и прежде всего посмотрите просто хронический гастрит тут надо разбираться какие другие этиологические факторы здесь играют роль ну и безусловно реактивная гастропатия что же нам необходимо знать о гастрите традиционно мы можем гастрит разложить приблизительно как морфологический разбор слова этиология топография морфология то есть приставка корень и окончание при этом с позиции морфологии нам конечно же принципиально интересно распространенность как воспаления так и атрофических изменений и появляются понятия пан весь антром только антральный отдел гастрит тела с позиции же дополнительных признаков нам важно учитывать и распространенность воспалительного инфильтрата характер атрофии кишечной метаплазии, хотя, конечно же, с позиции системы Ольга данные параметры были в известной роли уже модифицированы и обобщены. Итак, Ольга-систем, это же рабочая система мониторинга, это никакая не классификация, мониторинга чего? Риска развития рака. Мария Анатольевна, а вот диагноз хронического гастрита, он ведь морфологический? Безусловно, мы не можем с вами поставить диагноз гастрита только лишь на основании жалоб. Здесь очень важно выяснить этиологический фактор. Я бы здесь хотела еще раз акцентировать внимание, что очень важно применять адекватные методы диагностики, применять их правильно, потому что зачастую мы не имеем диагностики инфекции хеликобактера пилори, потому что, ну, например, пациент принимает ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, не прошло достаточно времени после отмены антибактериальных препаратов, и мы упускаем возможность своевременной эрадикации. Но что еще очень важно? Важно, что возможно и сочетание этиологических факторов, и необходимо нам помнить о том, что существуют и другие этиологические факторы хронического гастрита. Ну и ключевые характеристики, о которых говорили и предшествующие докладчики, степень и стадия гастрита. Для чего они нужны? Степень для хронизации, хотя, конечно, учет воспалительного компонента за счет нейтрофильных лейкоцитов свидетельствует о риске эрозивных язвенных дефектов. Ну и, безусловно, стадия гастрита – это стадия, обозначающая риск развития рака желудка. Речь идет о той самой спорадической аденокарциномии, карциномии кишечного типа. И вот в данной связи хотелось бы как раз отметить, что сегодняшний год, текущий год – это год столетия выдающегося отечественного российского и советского патологоанатома Леонида Васильевича Руина. Фотография сделана 29 мая 2004 года. Пятая группа, российская группа по изучению хеликобактер пилори, которая происходила у нас в Омске, в тот день им было 80 лет. Именно тогда прозвучала первая идея о необходимости адаптации современных подходов в виде удобной визуально-аналоговой шкалы, что нами было реализовано в виде российского пересмотра системы ОЛГА-СИСТЕМ и принято на третьем съезде врачей российского общества патологоанатомов. Итак, перед тем, как говорить о том, что гастрит хеликобактерный или нет, необходимо четко доказать, что он не хеликобактерный. Несмотря на обилие адекватных методов диагностики, наиболее распространенным становится та самая гистобактериоскопия, чувствительность и специфичность которой порядка 80% достаточно высока. Что может дать обычное стандартное исследование? Обнаружение вот этой S-образной формы в надэпителиальной слизи при применении различных методов окраски, а то и иммуногистохимии, причем ни один из методов не дается достаточно жестких преимуществ на другим. И иммуногистохимический метод серебрения, боязнь получить грязный параметр, грязный выпавший в осадок реагент, который мешает идентификации. Например, слева представлена картинка, сделанная буквально копеечным, даже на сегодняшний момент, окраской талуидиновым синим. А вот здесь обнаружение, опять же, гистобактериоскопическое, уже необычного микроорганизма, количество спиралек в котором доходит до 3-10. Это тот самый хеликобактер в хелемании, гастрописперилум хоминис. Мария Анатольевна, а если вот я увижу вот эту вещь и вам отмечу в заключении, для вас это будет важно? На самом деле наши данные, когда Сергей Игоревич описал, говорит, а вообще что делать-то теперь вы будете? На самом деле то же самое, что и с хеликобактер пилори, эридицировать. И сейчас огромное количество работ, зарубежных работ, где объединены другие хеликобактеры, вот в эту как раз группу НЕЙЧПИ. И что нам очень важно, имеют ли они потенциальный риск? Сейчас идет активная дискуссия, но большинство экспертов склоняется к тому, что они тоже могут вызвать формирование рака. Тем не менее, дополнительные признаки, например, в виде обнаружения массивной лимфоидной инфильтрации с обнаружением атипичных лимфоцитов и уж тем более подкрепленным методом детекции малых РНК и БЕР, указывающий на гастрит, ассоциированный с вирусом Штейнбар. Или интересный морфологический феномен вида глаза совы за счет плотных айозинофильных включений в ядре, который ассоциирован с ЦМВ гастритом. Мария Анатольевна, а здесь как быть? Насколько эта информация находит отражение в клинике? А вот здесь, коллеги, насколько нам очень важно работать в тесной связке с эндоскопистами и с патологоанатомами? Поскольку, безусловно, здесь вот с одной стороны иногда патологоанатом может нам дать подсказку. Вот обратите внимание, есть такие клетки, и мы тогда должны посмотреть, а почему у этого пациента случился тот самый гастрит, ассоциированный с этой мегаловирусной инфекцией. Что скомпрометировало его иммунную систему, что дополнительный какой фактор привел к тому, что этот вирус имеет возможность выступить в качестве этиологического фактора гастрита. Поэтому для нас это стимул для дообследования пациента. Но вместе с тем, если мы видим какие-то клинические особенности, безусловно, о них должен знать патологоанатом, чтобы иметь возможность акцентировать внимание дополнительно при изучении биоптат. Ну и, наконец, другие факторы. Неинфекционные. Сегодня говорилось уже об иммуном гастрите. Привожу клинический пример молодой женщины, 27 лет, которая имела синдром диспепсии по типу постпрандиального дистресс-синдрома. Симптом тревоги, анемия, был выполнен исследование эндоскопическое. Посмотрите, уже эндоскописты нам говорят о том, что гастрит с преимущественным поражением тела, желудка является атрофическим. И нам очень важно иметь возможность провести адекватный дифференциальный диагноз. Посмотрите, кто страдал аутоиммунным гастритом. Два пика – это молодые женщины и это пожилой возраст. Далее, посмотрите, сирология очень важна для оценки. В том числе, обнаружение антител к париетальным клеткам. И желательно, конечно, посмотреть антитела к внутреннему фактору КАСЛа, потому что риски-то у этих пациентов какие? Риски, с одной стороны, во-первых, это возможность формирования нейроэндокринных опухолей, а с другой стороны, нарушение нутритивного статуса. Но чисто аутоиммунный гастрит – это гастрит с поражением кислотопродуцирующей зоны тела и дна желудка. Антральный отдел здесь интактен. А как быть в нашей популяции, когда есть высокая распространенность антикотики ликобактер пилори? Конечно, когда мы говорим про тот самый чистый, вопрос еще в скольком проценте он чистый. Это аутоиммунный гастрит тела желудка. Но ведь аутоиммунный гастрит реализуется гораздо чаще в виде пангастрита с атрофией желез тела желудка, мультифокального атрофического гастрита с доминированием атрофии желез тела. Это тот описательный признак, который кладется, ложится, дополняется позицией, предшествующим описанием по системе Ольго-Систем. В теле желудка преобладает псевдопилорическая метаплазия. Но и главный параметр – один из высочайших характеризующих компонентов, наличие которого позволяет почти окончательно сформулировать диагноз аутоиммунного гастрита даже при изучении банального гематоксилина азина – гиперплазия нейроэндокринных клеток. Та самая предтеча, которая формирует уже нейроэндокринные опухоли. Вот здесь мы видим зеленым оригинальные железы, красным, ту самую псевдопилорическую метаплазию, которая видна при дополнительной окраске либо гематоксилином и азином. И биоптат, распластанный на специализированной подложке, вот он такой протяженный. И даже на гематоксилиной азине видно отдельный дополнительный ряд клеток нейроэндокринной гиперплазии. Мы можем улучшить ее визуализацию за счет использования антител к хромогранину А. Таким образом, позиция по аутоиммунному гастриту звучит несколько необычно. И с позиции сегодняшнего восприятия мы можем его понимать как то, что увеличение риска развития рака желудка для чистого аутоиммунного гастрита представляется сомнительным. А вот как раз предраковые изменения в данном случае могут быть обусловлены недиагностированные ранее хеликобактер пилориколонизации. И вот мы предлагаем такую гипотетическую схему, где зеленым и синим обозначено все хорошее и нормальное, а красным – развитие атрофии. Классическая верхняя строка – это постепенное прогрессирование атрофических гастрита, ассоциировано с хеликобактер пилори. Аутоиммунный гастрит – прогрессирование гастрита тела. Третья строка – аутоиммунный гастрит хеликобактер пилори в суммации, более быстрое прогрессирование. И совершенно непонятная позиция – аутоиммунный гастрит плюс экс-хеликобактер пилори, где ситуация прогрессирования также подчиняется своим изменениям за счет вовлечения двойного фактора. Но еще очень интересный блок – это блок так называемой реактивной гастропатии, когда на первое место выступает невоспалительное, а именно дистрофические изменения эпителия. Вот посмотрите, пациентка 63-х лет с патологическим доденогастральным рефлюксом, ну и посмотрите, какой набор лекарственной терапии она получает, среди которых в том числе антиагреганты, которые, безусловно, способны вызывать и лекарственно индуцированную гастропатию. Вот насколько специфична эта картина, что может здесь сказать морфолог? В известной степени, даже когда мы видим эрозивный язвенный дефект, по характеру того самого фибриноидного некроза можно сделать дифференциальную диагностику. На картинке справа гомогенный, пропитанный фибрином субстрат, который представляет из себя своеобразный единый конгломерат при малом количестве нитрофильных лейкоцитов. И тот самый грязный грубый фибрин в виде глыбок и фибриновых нитей наложениями с обилием нитрофильных лейкоцитов, который в большей степени характерен не для НПВС-поражения, а для хеликобактер пилори, представленный слева. И классическая фавиолярная реактивная гиперплазия. Папиломатоз валиков, стопообразные извитые ямки, снижение продукции муцина, эктазия капилляров в собственной пластинке, распространение мышечных фрагментов мышечной пластинки, слизистой оболочки в собственную пластинку. Это реактивная гиперплазия, которая вполне выступает в качестве морфологического субстрата, в том числе и до аденогастрального рефлюкса. Поэтому, конечно, нам надо учитывать возможность как, с одной стороны, гастропатии реализации патологического додена гастрального рефлюкса, так и лекарственной гастропатии. Здесь крайне важен анамнез и учет этих факторов риска. Я вот сейчас очень бегло с широкими мазками покажу, проиллюстрирую те признаки, которые характерны для НПВП, аспирин ассоциированной гастропатии, для гастропатии ассоциированной с приемом цитостатиков, для гастропатии, например, ассоциированной в том числе с приемом препаратов железа. И, надо сказать, этот перечень можно продолжать далее и далее. Поэтому мы сегодня с Сергеем Игоревичем хотели привлечь ваше внимание к тому, что происходит смена игроков. По мере уменьшения распространенности инфекции хеликобактер пилори появляются и увеличиваются доли других этиологических факторов. И, конечно же, нам с вами нужно делать все для того, чтобы мы работали вместе. Что сопровождается, несмотря на смену игроков в этиологии хронического гастрита, сохранением нашего игрового состава при взаимодействии врача-клинициста, эндоскописта и патолога-анатома. Благодарим вас за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги! Может быть, пока вот тут загружается, у нас есть вопросы в нашем чате, в нашем приложении идет трансляция. И благодаря докладу Игорь Геннадьевич задает вопрос, а РИБНИПИД-то сколько можно давать? Вот вы сказали по инструкции, по рекомендациям 4-6 недель, а реально, как вы представляете, пока не получили данные? Спасибо большое. Я думаю, что действительно пользуются те, кто у нас в дистанционном формате, и те, кто здесь, должны активность свою не только показать, но и все вопросы, которые есть, задать. Это очень важная возможность вообще всех любых мероприятий. Но действительно, 4-8 недель – это раз. И мы, как говорили, через врачебную комиссию об основании пролонгирования терапии. Мы в своем протоколе пошли на год, но результаты и зарубежных коллег, и даже собственный опыт наблюдения позволяют говорить, что при наличии положительной, тем более динамики останавливаться, скорее всего, нам не придется. И, возможно, это и 2, и 3, и более лет. Вот такие наши пока сегодня данные. Спасибо большое. Баткарина, пожалуйста. Спасибо. Еще раз, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы начать свой доклад с определения аутоиммунного гастрита. Это хроническое иммуноопосредованное заболевание, при котором происходит поражение клеток слизистой оболочки тела и дна. Желудка с формированием антител к париэтальным клеткам желудка и внутреннему фактору КАСЛа и развитием железодефицитной B12-дефицитной аномии. В 2015 году киотским глобальным консенсусом была предложена классификация гастрита на основании итеологии. И мы видим, что аутоиммунный гастрит здесь был выделен отдельно. Также атрофический аутоиммунный гастрит и перенциозная аномия относятся к заболеваниям с повышенным риском развития рака желудка. Как правило, аутоиммунный гастрит, его частота среди всех хронических гастритов составляет от 5 до 15%. Встречается у 38% пациентов с мегалобластной аномией и 20% с микроцитарной аномией. Риск развития рака желудка почти в 3 раза выше по сравнению со здоровыми лицами. И несмотря на то, что точный риск рака все еще находится в стадии обсуждения, был проведен метаанализ в 6 европейских странах, который обнаружил общий относительный риск аденокарциномы желудка 6,8% среди больных аутоиммунных гастритом. Аутоиммунный гастрит связан с повышенным риском развития неожелудка, первого типа с предполагаемой частотой заболеваемости от 0,4 до 0,7% на человека в год. Распространенность популяции составляет около 2% и увеличивается с возрастом от 2,5% в третьем десятилетии до 12% в восьмом десятилетии и при наличии других аутоиммунных заболеваний. Как правило, женщины болеют чаще мужчин в соотношении 3 к 1 и в отличие от инфекции Helicobacter pylori при аутоиммунном гастрите расовые и этнические различия не выражены. А аутоиммунный гастрит является актуальной проблемой в настоящее время, так как данное заболевание протекает бессимптомно, пациенты не предъявляют никаких жалоб. В связи с этим мы диагностируем данное заболевание на поздних стадиях. Клинические рекомендации отсутствуют, что приводит к неадекватному лечению и недостаточному скринингу рака желудка и неожелудка. Аутоиммунный гастрит ранее в основном считался заболеванием пожилых людей с дефицитом витамина В12 и пернациозной анемии, однако сегодня признано, что он встречается с одинаковой распространенностью среди всех возрастных групп, и при этом наиболее частым проявлением является дефицит железа. Сопутствующий риск развития аденокарциномы желудка и нео требует регулярного эндоскопического наблюдения. Это достаточно важно. И новые методы лечения, которые направлены на снижение атрофии желудка и риска рака желудка, в настоящее время находятся в стадии разработки. Мы знаем, что этиологического лечения аутоиммунного гастрита нет. Мы имеем на данный момент только симптоматическую терапию. Давно доказана связь аутоиммунного гастрита с другими аутоиммунными заболеваниями. Как правило, наиболее часто мы видим эту связь с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. Однако существуют заболевания, связь которых только обсуждается, например, целиакия. Что касается патогенеза аутоиммунного гастрита. Формируется антитела к париетальным клеткам желудка, которые воздействуют на водородно-калевую атефазу с последующим разрушением париетальных клеток, формированием воспаления, что приводит в дальнейшем к атрофии слизистой тела и дна желудка и снижению кислотопродуцирующей функции. Параллельно с этим могут образовываться антитела к внутреннему фактору КАСЛА. В норме в желудке образуется комплекс витамин В12 и Р-протеин, который в дальнейшем мигрирует в 12-перстную кишку, где распадается и связывается, образуется новый комплекс витамин В12 внутренний фактор КАСЛА с последующим всасыванием витамина В12 в дистальном отделе подвздошной кишки. Вследствие образования антител к внутреннему фактору КАСЛА мы видим снижение всасывания витамина В12 и развитие железодефицитной аномии. Что касается патогенеза железодефицитной аномии. Здесь мы видим невозможность перехода негемового железа в гемовое, которое является растворимым и всасывается в 12-перстной кишке, так как это происходит под действием соляной кислоты. Нео-первого типа образуется вследствие атрофии слизистой оболочки. Мы видим по принципу отрицательной абрантной связи увеличение выработки гастрина, что приводит к гиперплазии джеклеток антрального отдела желудка, к дальнейшей гиперплазии и дисплазии энтерхромофиноподобных клеток и образованию неопервого типа. Патогенез образования аденокарциномы соответствует каскаду коре, о котором сегодня неоднократно уже говорили. Мы все знаем, что у пациентов с аутоиммунным гастритом рекомендовано исследование пациентов на наличие инфекции хеликобактер пилори и в случае выявления проведения эрадикации. Но какова же роль инфекции в патогенезе аутоиммунного гастрита? До сих пор это утверждение остается спорным. До 30% пациентов при наличии инфекции хеликобактер пилори имеют антитела к приэтальным клеткам желудка, которые исчезают после эрадикации. Некоторые авторы полагаются на гипотезу о существовании молекулярной мимикрии между антигенами хеликобактер пилори и водородно-калиевой этой фазой и настаивают на том, что инфекция является триггером заболеваний у генетически предрасположенных людей. Другие авторы ссылаются на неоднородность таких данных и опровергают данную связь. Так, было проведено крупное популяционное когортное исследование в Германии, которое включало около 10 тысяч человек. Общая распространенность антител к приэтальным клеткам желудка составила 19,5%. Она была связана тесно с атрофическим гастритом и усиливалась с увеличением тяжести атрофического гастрита. Более того, связь была еще сильнее среди хеликобактер пилори отрицательных пациентов. Другое исследование было проведено в Финляндии, которое включало 23 пациента. Из 14 пациентов с аутоиммунным атрофическим гастритом с тяжелой атрофией только у двоих не было признаков предшествующей инфекции хеликобактер пилори. Однако у всех пациентов с атрофическим гастритом легкой и средней степени тяжести наблюдалось либо в настоящий момент времени инфекции хеликобактер пилори, либо была в анамнезе. Как я говорила ранее, аутоиммунный гастрит чаще всего протекает бессимптомно. Однако все-таки существуют клинические проявления данного заболевания. Они включают в себя гематологические проявления, сказанные мной ранее, железодефицитное, B12-дефицитное анемие, макроцитоз, не связанный с анемией, гомолитической анемией, гастроэнтерологические проявления, которые включают симптомы диспепсии, и неврологические проявления. В настоящий момент времени нет четких алгоритмов диагностики аутоиммунного гастрита. На слайде представлены основные лабораторные и инструментальные методы диагностики. И здесь мне хотелось бы акцентировать внимание на то, что так как аутоиммунный гастрит часто ассоциируется с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, рекомендованное исследование у этих пациентов уровня ТТГ в крови. Клинический анализ крови, как правило, остается без изменений, за исключением пациентов, у которых имеется железо и B12-дефицитное анемие. До 20% случаев аутоиммунный гастрит приводит к развитию B12-дефицитной анемии. У 50% больных с аутоиммунным гастритом диагностируют железо-дефицитную анемию, а в 35-58% случаев железо-дефицитной анемии предшествует B12-дефицитной анемии. Что хотелось бы еще сказать? Акцентирую внимание на том, что пациентов с неуточненной идеологией железо-дефицитной анемии, особенно при наличии других аутоиммунных заболеваний, нужно обследовать на предмет аутоиммунного гастрита. Антитела к париетальным клеткам желудка выявляются у 85-90% пациентов с перинациозной анемией, но они имеют низкую специфичность, могут обнаруживаться у здоровых лиц, у лиц с другими аутоиммунными заболеваниями и при наличии инфекции хеликобактер пилори. Также на поздних стадиях заболевания по мере прогрессирования атрофии антитела могут исчезать. Было проведено проспективное исследование, где в 47% случаев при наличии в крови антител к париетальным клеткам желудка и отсутствие морфологической картины гастрита в среднем за 2 года развился манифестный аутоиммунный гастрит. Это еще раз подтверждает то, что когда мы выявляем у пациентов антитела к париетальным клеткам, мы должны наблюдать за данными пациентами. Гастропанель является неинвазивным методом диагностики атрофии слизистой оболочки желудка. И при выявлении маркеров атрофии рекомендовано проведение ИГДС с биопсией по системе Ольга. На данном слайде представлена морфологическая картина аутоиммунного гастрита. У него есть свои особенности. Это империополез, который заключается в вклинении лимфоцитов в цитоплазму париетальных клеток и деструкции париетальных клеток. То есть врач-морфолог может уже в своем заключении заподозрить аутоиммунный генез гастрита. Помимо этого, морфологическая картина аутоиммунного гастрита характеризуется ранним началом атрофических процессов фундального отдела желудка, неуклонным прогрессированием и минимальными воспалительными изменениями. Пациентам, у которых выявлена распространенная стадия атрофии 3-4 стадии, наличие анемии, клиническое подозрение о снижении кислотопродуцирующей функции желудка, рекомендовано проведение длительной паашметрии. Какие же принципы лечения аутоиммунного гастрита? Еще раз хотелось бы сказать, что этиологического лечения на данный момент нет. При выявлении инфекции Helicobacter pylori рекомендовано проведение ее эрадикации с последующим контролем эрадикации неинвазивными методами. Симптоматическая терапия включает в себя при выявлении B12-дефицитной анемии назначение витамина B12 инъекционно-внутримышечно-пожизненно, при выявлении железодефицитной анемии, ориентируясь на клинический анализ крови, уровень ферритина, железа, назначение препаратов железа. При развитии синдрома избыточного бактериального роста назначается курсовой прием кишечных антисептиков 2 раза в год и при наличии у пациентов с симптомом диспепсии прием прокинетиков. Мы не имеем этиологического лечения аутоиммунного гастрита, но четко определены эндоскопическое наблюдение. Так, пациенты с аутоиммунным гастритом Российская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует проведение каждые 1-2 года, а американская гастроэнтерологическая ассоциация МАПС-2 рекомендует проведение ГДС каждые 3-5 лет. Здесь представлена характеристика нейроэндокринных опухолей. Хотелось бы сказать, что при аутоиммунном гастрите мы чаще выявляем неопервого типа. Они, как правило, множественные, менее сантиметра, поражают дно и тело желудка, высокодифференцируясь, низким риском метастазирования и имеют отличный прогноз. Утверждение, что аутоиммунный гастрит является редким заболеванием, ошибочно. Для диагностики аутоиммунного гастрита требуется целенаправленный поиск при наличии факторов риска. Пациентов с неуточненной этиологией железодефицитной анемии и в особенности при наличии других аутоиммунных заболеваний следует обследовать на предмет аутоиммунного гастрита. Критериями постановки диагноза аутоиммунный гастрит является наличие антител к париетальным клеткам желудка и внутреннему фактору КАСЛа. На фоне аутоиммунного гастрита повышается риск развития аденокарциномы желудка и нео первого типа. И одно из самых главных, мне кажется, выжимаемость больных с нейроэндокринными опухолями желудка первого типа не отличается от сроков жизни в популяции людей соответствующего возраста. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, у нас еще один остался доклад, он будет сделан дистанционно. Это Мирвасит Мирвасикович Каримов. Доклад называется «Эйчпилореассоциированные заболевания и первичная профилактика рака желудка. Опыт Республики Узбекистан». Здравствуйте, уважаемый, Дмитрий Станиславович. Здравствуйте, Мирвасит Мирвасович. Надеюсь, меня слышно? Вас отлично слышно. Рад вас видеть, дорогой. Я тоже рад вас видеть. Я очень благодарен за ваше приглашение для участия в 50-й юбилейной сессии. Но я хотел бы поделиться нашим опытом, не опытом, состоянием дел по первичным концепервенциям одинокачественного желудка. Ну, как и во всем мире, сейчас, минуточку, еще нет. Так что, в мире основополагающими документами в этом направлении является Мастерское соглашение, где четко поставят три задачи. Это кого лечить, как диагностировать, лечить и профилактика рака желудка. Исходя из этого, там происходит все наши деятельности из этого. Хотя там идет постоянная эволюция Мастерского консенсора. Конечно, любой консенсор несовершенен. Есть там моменты, которые вызывают несколько скорых. Например, вот это положение, что положили четвертый у молодых пациентов, до 50 лет, без специфического риска, рекомендуется неинвазивная диагнозка. То есть, считается, что эндоскопии такой необходимости нет. Я не очень мы с этим согласны, потому что, мы понимаем, за рубежом сама процедура эндоскопии, там седации, там находится очень большую сумму денег. Но, к счастью, у нас эндоскопическая процедура довольно доступна для широкого населения. Поэтому мы стараемся, что если есть такая возможность, конечно, провести эндоскопические исследования. Потому что, коллеги, мы знаем, что проникновение гостей – это все такие морфологические диагнозы, а не клинические диагнозы. Поэтому я смею так оспорить этот пункт. Но в отношении распространенности пиларийского феликобактера, вот как раз эти данные, я считаю, это данные 10-летней давности. За это время успело многое поменяться, там ситуация с пиларийским феликобактером изменилась. Вот если посмотреть в прежнем слайде, там, вот Российская Федерация, наша регион так считала, что там инфицированное наследие составляет там более 70%. Вот недавно Дмитрий Станиславович дал мне свои представления, данные по распространенности ЭФПИ-инфекции, собственно, по Российской Федерации. Там, если видно, там уже ситуация не такая уж тревожная. Там где-то среднем инфицированное наследие составляет где-то 35%, что как раз-таки нас очень обнадеживает. Может, это результат работы там по эрадикации пиларийского феликобактера, а может, это то обстоятельство, что во время пандемии, ковид-пандемии, все там показания, без показания принимали массу антибактериальных препаратов. А может, с одной стороны, это окнуло с тем, что мы добились какое-то время снижения пиларийского феликобактера. Узбекистане тоже у нас 8 лет назад мы провели исследование, когда инфицированное наследие составляло тоже 70%. Но это было делано методом серологии. А сейчас мы повторно проводим исследования, подобные Российской Федерации, и предварительные данные показывают, что у нас тоже инфицированное население составляет не более 40%. Эти исследования пока не закончили. Но у нас есть одна такая тревожная ситуация. Вот во всем мире рак желудка находится на шестом месте там, во всем мире. Но по Узбекистану, если, коллеги, посмотрите, там одинокарциномы желудка, в том числе некардиальный рак желудка, по Узбекистану занимает второе место после рака молочной железы. Это очень для нас является тревожной ситуацией. Но это чем объясняется? Вот посмотрите эти данные. Если для западной популяции пилористских хеликобактеров ассоциированы с язвенной болезнью 12-перстной кишки, герб, меньшей степени язвенной болезнью желудка, рака желудка, у восточной популяции пилористских хеликобактеров больше ассоциированы. Это язвенная болезнью желудка и рака желудка. Меньше язвенной болезнью 12-перстной кишки, гастрозофагиальная, реприкансная болезнь. Ну, может, это есть там какой-то полимопризм интеллективный или факторы вероятности, но изучение у нас доказывает, что как раз-таки у больных к хилорическим хеликобактерам, ну, конечно, мы изучали частоту обнаружений как агена, и посмотреть как раз-таки именно при хилорическом гастрите мы встречаем больше процентов больных как положительным, а с патогенными штаммами к хилорическим хеликобактерам. Именно у больных холицами гастритов, нежели там по здоровой популяции. И, по-моему, была одна беда, как положительная, но результаты ПЦР-анализа, полимопризма, как анализа по эпиадемотивам показала, что в нашем регионе с хби-ассоциированным гастритами как раз-таки наиболее часто встречаются именно патологические хенотипы эпиадемотив, Что как раз таки больше предопределяет возможность развития процесса метаплазии, дисплазии с последшим образованием некардиального рака желудка, что как раз таки довольно тревожная ситуация. Вот получается такова, что там обычно классическая ситуация. Мы находим больного с поверхностным гастритом по очень степени, там второй степени, провели успешную эрадикационную терапию и через год мы видим как раз таки восстановление нормальной архитектоники с листой оболочкой желудка. Но, коллега, мы знаем, что рак одиноконциномия желудка, там здесь полифакторные заболевания. Конечно, а в ведущей роли играет, конечно, хеликобактер пилори, но кроме того, еще там другие факторы, это курение, возраст, пол, наследие, отрешенность, соотношение пепсиногенов. В этом отношении как раз таки, если положительно, мы наблюдаем такого бациента, там провели эрадикационную терапию, а тропия, но анатропия никуда не делась. То есть хеликобактер уже успел натворить там всех дел, что как раз таки удалением хеликобактер эрадикации мы не можем полностью положиться на положительный результат. Тем более, у нас есть хеликобактер, если посмотрите, как раз таки при первичной диагностике, оказывается, очень большого количества больных мы находим очередь к кишечной метаплазии. Хотя, видимо, это атрофизика, а морфология показывает, что это все-таки уже процесс метаплазии, который мы знаем, что является необратимым процессом. Какие же выходы там из этого? Ну, конечно, там, значит, первый пункт, кого лечить, поскольку у нас инфицированность там около 40%, у нас появляется реальная возможность там придерживаться тактики тестеру и лечить. Это первое. Второе, там, как диагностировать. Конечно, мы должны однозначно отказаться от стереологических методов исследования и полагаться только там исследования, там, это дыхательный тест, тест на пекарный или биопсия. Только тогда мы можем определить, кого нужно лечить. И как лечить? Вот как раз-таки здесь нам подсказку дает Мастер-6, там, положение лечения, положение 9. Лечение калой конкурентной облокаторной протонной помпы, ПК, комбинации с противными микробными препаратами, превосходит или не уступает традиционную травмотерапию на основе ингибитора протонной помпы. Вот у нас как раз-таки на рынке появился там препарат Вонопрозен. Я знаю, Российская Федерация этот препарат зарегистрирована. Думаю, у вас тоже там такая будет возможность, там, использована нового класса препаратов. Вот показывает, чем он хорош, что он является не про лекарства, как ингибитор протонной помпы, а уже активное лекарство, как раз-таки, не требует процесса трансформации в частности с тахаром 5-6-50 там, и как раз-таки концентрация его там на 100 тысячах больше, чем в лазме крови. И зависит от периода полураспада препаратов. И эффект главный, после первого приема препаратов. Вот литература показывает, литературные данные, что он по антисекторной эффективности превосходит эзоэпрозон, и также там он может оказывать более выраженную эрадикационную эффективность. У нас есть люди, мы провели определенные исследования, мы провели стандартную квадротерапию на основе ингибитора, там, в течение четырех дней, и той же самой такой схемы, там, только вместо ингибитора в анапрозан, но уже в течение 10-дневной схемы. Вот если посмотреть картину, там, при использовании в анапрозана, там, как раз таки, уровень, PH, выше черёг, там, она находилась выше, там, по сравнению, там, с ингибитором протонной помпы. То он оказывает больше выраженный антисекраторный эффект. И самое главное, как раз таки, по эрадикации, там, как раз таки, по дыхательному тесту получается, что как раз таки он превосходит эффективность эрадикационной терапии на ингибиторы протонной попы, то есть ингибиторы, там, протонной попы, они давали вовсе 2%, а при 10-дневной схеме уже 95% эффективность. Ну, эрадикацию перевели, но дальше что, там, как раз таки, мы не можем провести, там, длительные годы лечения. В таких случаях, как раз таки, мы уже, там, полагаем, есть у пациента, есть атрофизия гастритов, по ончеству, выше двух, там, еще есть другие факторы риска, как мужской пол, наследство, отягощенность, индекс курильчика высокий, употребление, там, вредных вещей, тогда мы должны провести длительную цитопротекцию. Как раз таки, в этом случае, как раз, у нас начинается пилотное исследование по изучению эффективности реваметита у больных, там, после эрадикационной терапии, там, это продолжится от 6 месяцев до 1 года. Ну, наверное, думаю, результаты через 6 месяцев уже прозвать не будут, там, результаты, которые я с удовольствием буду с вами поделюсь. И третье направление, конечно, это усиление, это назначение ре- и пробиотический комплекс, потому что басклит 6 тоже показывает, что состав здоровья микробиота, желудка, и то, каким образом HP влияет на микробиоту, пока они определены. И как раз таки, европейские исследования говорят, там, ну, общие там, понятно, там, ну, получается, обнадеживающие результаты, все-таки нужно исследовать. Ну, а как раз таки, результаты много, они конкретно говорят, добавление пробиотики к стандартной терапии, улучшать переносимость антибиотики, повышать эффективность HP и комплайнс пациентов. Поэтому, как раз таки, третий вариант, это уже рациональное использование прабиотических компонентов, имеющих доказательную эффективность, ну, вроде там, сакрамисимбуланты и другие, повышать. Вот это как раз таки, думаю, там, основные, ключевые направления профилактики рака желудка в отношении первичных концерт-первенции. Ну, постараюсь уложиться за обведенное для меня время вам. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, мы закончили заслушивание докладов, и сейчас у нас есть возможность ответить на вопросы. Пожалуйста. Да, я хотел бы Мирвасит Мирваситовичу поблагодарить за то, что он подключился, поделился с нами опытом. Ну, я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся уже в Ташкенте и продолжим. 12 апреля. Рад был вас и вашим коллегам встретить в солнечном Ташкенте. Спасибо большое, Мирвасит Мирваситович. А мы вас ждем завтра в 19.30. Будет трансляция, для вас специальную ссылку пришлют. Будет концерт под управлением Спивакова у нас. Я получил все в Москве. Я получил этот ссылку. Отлично. Спасибо. Будем ждать вас в эфире. Спасибо большое, Мирвасит Мирваситович. Действительно, поступили вопросы. Вопросы актуальные. На какой срок нужно отменять ингибиторы протонной помпы? И нужно ли при возникновении полипофундальных желез? Мария Анатольевна, как вы полагаете? В отношении полипофундальных желез, действительно, это одна из ситуаций, которая может возникнуть при длительной терапии ингибиторами протонной помпы. Надо сказать, что потенциального вреда глобального вот такая ситуация не несет. Более того, если мы сейчас начнем этих пациентов резицировать слизистую оболочку, то это только будет сопровождаться дополнительными стимулами для изменения слизистой на близлежащем участке. Другое дело, другое дело, другое дело. Вот подождите, вот давайте с вами разберемся. Каждый препарат должен назначаться по показаниям установленной сроки и в установленной дозировке. Да, действительно, есть пациенты, которые нуждаются в длительной многолетней терапии. И, безусловно, каждый раз мы взвешиваем те возможные риски, которые связаны с этим препаратом. Обратите внимание, никто ведь не задает вопрос, а что нестероидные противовоспалительные препараты, давайте мы их запретим. Ведь посмотрите, сколько вреда. А ведь речь идет о том, что нужно правильно оценивать риски и правильно выделять когорту тех пациентов, у которых необходимы какие-то дополнительные мероприятия. Здесь аналогичным образом. Ведь действительно, длительная терапия ингибиторами протона и помпы может давать дополнительные риски в отношении к ластридиальной инфекции. Это необходимо учитывать в реальной клинической практике. Но вовсе не говорит о том, что эти препараты являются небезопасными. Эти препараты, группа этих средств являются на самом деле высокоэффективными и высокобезопасными средствами. Это золотой стандарт введения всех кислотозависимых заболеваний. А учет этих возможных изменений мы с вами должны знать и управлять ими. Я поддержу Марью Анатольевну. Она уже ответила и на второй вопрос. Что делать, если отмена невозможна? Если отмена невозможна, то не отменяем и по показаниям продолжаем лечить ингибиторами протонной помпы, потому что вот эти полипофундальные железы рисков не несут. Соответственно, специальный эндоскопический контроль не требуется, если нет других показаний для проведения эндоскопического исследования. Есть ли что-то добавить? Игорь Иванович? Нет. Спасибо. Я думаю, что мы на этом вопросом остановимся. Был еще вопрос. Полипы в желудке могут ли быть проявлением аутоиммунного гастрита? Это важный вопрос. На самом деле, потому что, коллеги, на самом деле, я уверена, что у Игоря Ивановича, у Дмитрия Станиславовича у нас в центре есть такие пациенты, у которых выявляемы не просто гиперплазию нейроэндокринных клеток, прямо несколько у нас уже таких пациентов с наблюдениями с нейроэндокринными опухолями. И мне кажется, продолжительность их жизни не отличается от общепопуляционной соответствующего возраста, именно потому что эти пациенты находятся под наблюдением. Действительно, выявления своевременные. И вот в этой ситуации необходимость взаимодействия с онкологом, со специалистом, который проводит терапию эндоскопическую, резицируя эту зону, да, она необходима. Пациенты с аутоиммунным гастритом имеют риски нейроэндокринных опухолей. Мария Анатольевна, раз уж вот мы затронули аутоиммунный гастрит и сегодня обсуждаем риски рака желудка, Игорь Игнатьевич, Ваше мнение, Мария Анатольевна, Игорь Игнатьевич, сам по себе аутоиммунный гастрит, если хеликобактера нет, насколько он несет риск развития рака желудка? С нейроэндокринными опухолями понятно, вот рак. Уважаемые коллеги, на самом деле развернулась прямо дискуссия, ну, мне кажется, не менее активной, чем по поводу необходимости взятия биопсии из угла желудка. Но, тем не менее, на самом деле, говоря о чистом аутоиммунном гастрите, он не увеличивает при отсутствии других прочих факторов риска в отношении рака. А мы знаем, что хеликобактер пилури является ведущим, но не единственным фактором этиологическим по возникновению рака желудка. Еще раз, самостоятельно аутоиммунный гастрит, так называемый чистый, не несет дополнительных рисков по раку желудка. Вместе с тем, еще раз подчеркну, эти пациенты нуждаются в наблюдении в аспекте нейроэндокринных опухолей. Игорь Геннадьевич. Мое мнение, все-таки здесь, как мы уже до этого слышали и уже говорили, необходимо выделять фокус-группу с аутоиммунным гастритом, но выраженная стадия атрофии. То есть 3-4, к сожалению, это группа риска. Не сам, условно сказать, аутоиммунный так называемый фактор и патогенез, а та стадия, которая уже имеет место, и это фактор риска. Вот о чем речь. А дальше мы уже говорили про те сценарии, в том числе и дисплазия, которая будет, к сожалению, тем же самым сценарием, чтобы мы не говорили. Но, возможно, это связано с тем, что на уровне тяжелой атрофии нам хеликобактер трудно обнаружить, а он там есть и вносит свой патогенетический вклад. Плюс изменение микрофлоры желудка на фоне подавления кислотопродукции является таким активно изучаемым моментом с точки зрения завершения процессов канцерогенеза. То есть вот здесь действительно эта группа риска, которым нуждается в динамическом эндоскопическом наблюдении, сроки. То есть вот пока нет устоявшейся точки зрения по срокам, но уж точно не реже, чем раз в 3 года. Нужно ли чаще? Ну, во-первых, если можно, я сказал бы, что да, когда мы не обнаруживаем хеликобактер, вот в таких случаях в выраженной стадии атрофии, это, конечно, та уязвимая для нас группа пациентов. Да, и нужно сделать все, чтобы этот патоген был верифицирован и несколько, может быть, даже и методами. Идеальная история, когда мы все-таки эрадикацию провели и добились эрадикации, пусть будет аутоиммунный гастрит, но мы тогда знаем, что хеликобактерной инфекции нет. И, кстати, вот здесь есть вопрос по этому поводу, если можно, вот тогда, чтобы мы, может быть, вот как раз вопрос осветили. Здесь в чате пришел вопрос все чаще при смешанном, вот здесь как раз наша ситуация обсуждается, атрофическом гастрите выявляется положительный ТЦ-13, газопродуцирующий микрофлоре, помимо HP, который изучается, как считать в этой ситуации тест положительным или отрицательным? При том, что есть, еще раз повторю, антиген КАО на HP+. Как считать? И у нас немного здесь, между прочим, да, вот так инструментов-то, то есть таких же пациентов много, которые приходят и так, и это. А есть еще пациенты, которые каждый год проводят эрадикацию именно потому, что у них HP, по их данным, положительный. Ну вопрос теста, если вы говорите по антиген стуле позитивно, тут как бы вопрос вообще не возникает, это позитивный результат. Другой вопрос, что мы можем получать ложноположительный результат 13С у разного дыхательного теста при тяжелой атрофии, и этот тест не очень рекомендуется больным с редицированными желудками, поэтому тут другие методы используем. И вот у нас в центре мы имеем возможность, помимо морфологии, использовать еще ПЦР-диагностику, что если уж ПЦР позитивный, праймеры сработали, значит хеликобактер есть. Поэтому несколько способов, и иногда эта задача очень тяжелая для решения. ПЦР, еще раз, давайте сделаем в диаптате, это вот тот может быть метод выбора, раз. И второе, наверное, нужно понимать, что та урезопродуцирующая микрофлора, она все-таки не очень будет с точки зрения вот той урезопродуцирующей, что мы улавливаем как раз карбамином, да, и, как правило, такие результаты в Ц13 будут либо сомнительными, либо вот на уровне слабоположительных, тоже как один из, может быть, дополнительных таких космических признаков. И еще одно, коллеги, нужно помнить, чтобы сформировалась тяжелая атрофия, вот стадия 3-4. Тут одной атрофии в теле желудка недостаточно, чтобы эту стадию интегрально получить. Значит, что-то происходило в антральном отделе, а антральный отдел, слизепродуцирующая зона, при аутоиммуновоспалении, когда имеется аутоантитилакпаритальным клеткам, не возникает. Значит, надо задуматься, а какой дополнительный этиологический фактор привел к тому, что произошло вовлечение слизистой оболочки антрального отдела. И поэтому еще раз возвращаемся к тому, чтобы весь спектр этиологических факторов в такой ситуации проанализировать и иметь возможность выявить и устранить превозможность. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Тут вопрос, допустима ли ликвидация дефицита B12 при аутоиммунном гастрите с помощью препаратов пероральных или только парентеральных? Ну понятно, что если нет внутренних факторов КАСЛа, то только парентеральное введение. Иначе бы он усваивался бы и без дополнительных препаратов. Сергей Иванович, у вас вопрос есть? Тогда к трибуну проходите и ответьте. Пока тут еще вопрос. Что включает в себя понятие наблюдения нео, мы их оставляем и до каких пор или при выявлении мелких нео-1 сразу удаляем эндоскопической резекцией? Можно с вами поскольку я накланирую? Да, пожалуйста, тогда в микрофон, пожалуйста, потому что трансляция идет. Спасибо. Я хочу сказать, что надеюсь, что года через два мы соберемся тем же самым коллективом. У нас будет целая секция, которая будет посвящена исключительно аутоиммунному гастриту. Потому что тема необыкновенно актуальная, потому что у нас остается больше вопросов, нежели ответов на сегодняшний день. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . . . Спасибо. . Ну вот. Спасибо. Спасибо. . . . . . Спасибо. Вовершение. Такой вопрос. Видимо связан с докладом Мирвасит Мирвасиковича по поводу Ванапаразанова. Ванапаразанова Российской Федерации был зарегистрирован, но на рынок пока не вышел. Один последний вопрос Наталья Михайловна. В микрофон, пожалуйста. Сегодня очень много звучало о диагностической значимости пепсиногенов при атрофическом гастрите, но я в реальной практике столкнулась с том, что врачи очень часто не понимают, что такое, допустим, определение назначения гастропанели базовой и стимулированной, для чего она нужна. А я считаю, что так как мы сегодня обсуждаем все-таки клинические рекомендации, вот здесь вот четко должно и всем быть понятно, для чего мы определяем пепсиноген 1 и 2. Понятно, значит, снижается пепсиноген 1 четкий неинвазивный маркер атрофии в теле желудки. Так? И при этом повышается гастрин 17, если там нет атрофии, но там он может снижаться. Поэтому гастрин 17 это хороший показатель атрофии в антральном отделе желудка. Но для того, чтобы подтвердить эту атрофию, мы должны назначить стимуляцию. Если мы увидим повышение гастрина 17 после стимуляции, мы можем говорить о наличии атрофии в антральном отделе. Вот мне кажется, что это очень важно, чтобы это звучало в клинических рекомендациях, вот при диагностике атрофического гастрита с учетом топографии. – Спасибо большое, Наталья Михайловна. Я думаю, что отчасти на ваш вопрос ответит Карина Аксельна. Завтра у нас будет заседание, посвященное грантам. Мы действительно в рамках гранта московского изучаем, насколько серологические маркеры соответствуют морфологическим изменениям по системе ОЛГа. Мы окончательный материал не получили, пока есть только отрицательные корреляции, которые говорят о том, что скорее все получится. Вот закончим грант, на вопрос ответим. Роль гастритной 17 мы в этой ситуации не осветим, потому что мы действительно, как правило, имеем дело с нестимулированной гастритной 17, и тогда его роль в гастропанели не очень понятна. Мы подходим к завершению нашего симпозиума. Я попросил бы Игоря Ильича подытожить его. – Мне кажется, что симпозиум получился. У нас были очень интересные докладчики. Отдельно благодарность всем за уникальный материал. И за оригинальную систему изложения, которая у всех практически была. Мне очень понравилось, например, изложение в виде дискуссии. Мы когда-то это проводили. Мне кажется, нам надо чаще это использовать, потому что это, конечно, аттрактивность повышает. Ну и, конечно, к залу, который задавал очень интересные вопросы. Буквально несколько слов по поводу аутоиммунного гастрита. Я согласен, что это вообще такая тема, которая заслуживает отдельного, может быть, даже не симпозиума, а нескольких симпозиумов. Потому что у нас очень слабое представление имеется в аудитории такой вот совокупной значимости этого феномена, о клинических рисках. Вот. И очень часто эти риски недооцениваются. Поэтому отдельно было очень приятно, что мы сегодня это затронули, пусть конспективно. Но, тем не менее, тема действительно очень важная. АПЛОДИСМЕНТЫ